Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас видеть сегодня. Во-первых, хотелось бы всех поздравить с наступающими праздниками, прекрасными и волшебными. Во-вторых, немножко сегодня поговорим о правах пациента. Некоторые из вас уже слышали эту лекцию, но законодательство, оно постоянно меняется, и всё равно вы найдёте в каждой лекции что-то новое. Права пациентов. Для того, чтобы говорить о правах пациентов, надо сначала определить, кто является вообще пациентом, то есть определение этого понятия. В статье 2 Федерального закона номер 323 говорится так, что пациент определяется как физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которая обратилась за оказанием медицинской помощи, независимо от наличия у него заболевания и от его состояния. Мы знаем, что как только появляется статус пациента, соответственно, у пациента появляются права, а по отношению к нему у медицинских работников появляются обязанности. Существует несколько групп нормативно-правовых актов, которые я для себя делю на две группы. Это общие, общедекларативные так называемые, и конкретные правовые нормы, на основании которых мы можем отстаивать свои права, обращаться в суды и другие инстанции. Первая группа включает в себя всеобщую декларацию прав человека. Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В статье 25-й там указано, что каждый человек должен иметь достойный жизненный уровень, медицинский уход, необходимое социальное обслуживание и социальное обеспечение на случай его болезни и инвалидности. Так как Россия с 1991 года, являясь правоприемницей Советского Союза, входит в совбез ООН, соответственно, она и подчиняется его решениям. Следующая так называемая общая группа нормативно-правовых актов – это непосредственно Конституция Российской Федерации. В статье 20 Конституции Российской Федерации, она очень короткая, но очень емкая. Каждый человек имеет право на жизнь. Статья 41-я же гласит, что каждый человек имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в наших государственных учреждениях оказывается пациенту бесплатно. Соответственно, для этого используется бюджет нашей страны, страховые взносы, другие поступления. В Российской Федерации существуют разные программы, которые направлены на улучшение здоровья нации. Они даже сейчас продолжают реализовываться, несмотря на то, что с бюджетом у нас, сами знаете, не очень хорошо все. Если происходит сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, это влечет за собой ответственность по федеральному законодательству. Обычно это даже уголовная ответственность. Я всегда привожу пример. Если, допустим, на предприятии случился взрыв, выброс какого-то химического вещества, и руководство предприятия сокрыло факт этого взрыва, то, соответственно, руководство пойдет по уголовной статье соответствующего учреждения. Здесь я перечислила те основные регламентирующие нормативно-правовые акты, которые дают основания для пациентов требовать исполнения своих прав. Значит, основной это федеральный закон номер 323 от 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Все время меняется этот закон. Я всегда в каждой своей лекции рекомендую пациентам пользоваться интернетом, особенно системой «Консультант Плюс», где всегда вы можете найти законодательство. По исходным данным достаточно ввести номер закона, и обычно вы тут же в «Консультанте», он выскочит, вы можете его найти. В выходные и праздничные дни, а также после 8 часов все законодательство, «Консультант Плюс», оно бесплатный доступ имеет любой человек. И чем мне нравится эта система, тем, что редакции законов у них всегда именно те, которые нужны. То есть если закон вышел в 2011 году, это не значит, что он статичен. Он все время меняется, все время вносятся какие-то изменения. И эти изменения, они могут быть достаточно серьезные, поэтому смотрите именно редакции, которые самые-самые последние. Далее федеральный закон номер 326 об обязательном медицинском страховании, постановление правительства Российской Федерации номер 1273. Для нас, санкт-петербуржцев, очень важен закон Санкт-Петербурга номер 715-134 о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. В данном законодательном акте мы можем с вами увидеть и узнать, что нам полагается бесплатно по программе государственных гарантий, а также сроки из обследований, различных проведений медицинских каких-то мероприятий в отношении пациента. Там все конкретно расписано. Очень часто, приходя в медицинские учреждения, мы не обращаем внимания на те ознакомительные стенды, в которых очень-очень мелкими буковками написаны различные программы. Вот эти законодательные акты, в частности, об этом законе, о котором я говорила, Санкт-Петербурга, они у нас везде в каждом государственном медицинском учреждении присутствуют на информационных стендах. Так что, если вы гуляете по медицинскому учреждению, обращайте на них, пожалуйста, внимание. Дальше. Порядки оказания специализированной медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. Основные права, которые отражены у нас в 323-м федеральном законе. Это каждый имеет право на охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи. Некоторые достаточно скептически относятся к этим, можно сказать, декларативным, как мы говорим, нормам. Но на самом деле ситуация меняется. Иногда она меняется в лучшую сторону. Вот, вы знаете, я стала в последнее время замечать, что я прихожу, раньше смотрела в магазине в любом, масло, 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 везде масло. Сейчас ситуация немножко изменилась. Вы заметили, да? Растительно, сливочный, там, я не знаю, спрет, еще что-то. То есть стали прижимать производителей, чтобы они указывали, что они нам продают. Молочные продукты? Да. Дальше. Качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов. У нас в Санкт-Петербурге, на самом деле, существует несколько лабораторий, в которые вы самостоятельно можете проверить те препараты, которые вы принимаете. У нас недавно совершенно был случай, когда ксилоду мексиканского производства один из пациентов капицитабин производства Мексика. Наш пациент отнес в одну из таких лабораторий, было установлено, что количество действующего вещества не соответствует оригинальному препарату, скажем так. Что сделать? Ну, он не принимает мексиканские препараты. Я имею в виду то, что вы сами даже можете проверить, если, допустим, вы препарат постоянно принимаете, например, в течение пяти лет. Вы можете этот препарат проверить. Я не говорю о том, что все время производители проверяют. Но сейчас я не знаю, как, потому что появилось много новых препаратов. Я не в теме, я, к сожалению, юрист. Все равно проверки идут, но для себя, для себя я бы проверила. Допустим, если препарат вы знаете, что вы будете применять на протяжении пяти лет. Право на медицинскую помощь. Каждый человек имеет право на медицинскую помощь. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Вот как раз вот об этой программе по Санкт-Петербургу я и говорила. Что оплачивает наш бюджет для вас? То есть бесплатных услуг нету. Кто-то за это платит. Если человек приходит, то государство ему гарантирует. Кровь из пальца я тебе возьму бесплатно. Но кровь из пальца или из вены на генетические какие-то твои заболевания, которым ты подвержен, может быть, а может, естественно, я оплачивать не буду, говорит государство. Вот программа государственных гарантий. На выбор врача и выбор медицинской организации. Значит, любой пациент, любой гражданин может выбрать не чаще одного раза в год, но исключения составляют случаи, если вы, допустим, переезжаете, свою медицинскую организацию, выбор врача-терапевта, участкового врача-терапевта, врача-педиатра, врача-педиатрово-участкового, врача общей практики. Соответственно, если вы хотите выбрать себе другого врача, это касается, допустим, не подходит вам ваш терапевт по каким-либо причинам, не чаще раза в год вы можете принести заявление на имя руководителя медицинской организации и сменить врача. Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом. При выдаче вот этого направления врач должен рассказать о всех тех стационарах, тех организациях, которые включены в территориальную программу, в которые вы можете обратиться. Например, проблема гастроэнтерологии. Вы можете обратиться в 26-ю городскую больницу, а вы можете обратиться в 1-й медицинский институт. И вы уже сами выбираете, а направление дает врач. В случае требования пациента о замене лечащего врача, вот о чем мы с вами разговаривали, пациент обязан подать заявление руководителю медицинской организации, в этом заявлении указать причины, по которым он не хочет лечиться у данного специалиста. И в течение трех дней эта проблема должна быть решена. Также руководитель не может заставить врача вас взять. Дело в том, что существуют уникальные специалисты, которым очень много захотят сразу перейти пациента. Если врач согласен вас взять, он вас возьмет. Ну там понятно, что... Кстати, я не реверню, мне захочет записаться 5000 человек, но она чисто физически не в состоянии будет. По согласию врача. Обычно в наших районных поликлиниках этот вопрос решаем. В случае, когда нарушаются ваши права на выбор медицинской организации, выбор врача, вы можете обращаться либо к руководству этой организации, либо в страховую медицинскую компанию, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, либо в органы управления здравоохранением. В этой ситуации всегда, кто уже ходит на мои лекции, знает, я говорю, что всегда должно быть заявление, которое вы приносите на имя руководителя, вы всегда в двух экземплярах его приносите. Один себе оставляете со входящими, соответственно, записями, а другой оставляете медицинской организацией. Или есть еще путь. Вы отправляете почтовым отправлением заявление свое с описанием вложения. Существует такая у нас на почте. На почте могут вот так принять, что там будет описано. Заявление туда по такой-то теме я всегда пишу. И у вас будет уже на руках документ. Право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Ну, вы, наверное, смотрите, все равно ситуация у нас улучшается. У нас в медицинских стационарах уже нет такого ужаса и разрухи, которые были в 90-х годах. Достаточно все чисто, красиво. Я смотрю, и по своей районной поликлинике ремонтируют, делают потихоньку. Право на получение консультаций врачей-специалистов. Право на облегчение боли, связанной с заболеванием, медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами. У нас достаточно давно действует единая горячая линия по обезболиванию. Она круглосуточная. В рабочие дни и в рабочие часы там отвечает вам специалист. Вот телефон горячей линии. Вы можете записать его. Это бесплатный общероссийский телефон. И есть у нас горячая линия комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге. Она также круглосуточная. Вы также можете решить вопрос по обезболиванию. И также можете обратиться с жалобами на неправомерные действия медицинских работников. Так что рекомендую телефончик записать. Комитет здравоохранения. Записали? Записали. Право на получение информации о своих правах и обязанностях. Особенностях своего здоровья. Выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии здоровья. Информация, которую вам говорят медицинские работники, должна быть изложена вам в доступной форме. Чтобы даже не специалист в медицинской области должен был понять. Может понять, какие будут с ним производить манипуляции, какой у него диагноз и так далее. Также методах оказания медицинской помощи и связанных с ним рисков, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. У нас опять произошло изменение. Она гораздо стала, наверное, тяжелее для медицинских работников. Я внимательно изучила новый порядок, который у нас вышел. Он в Минздраве был утвержден 29 июня 2016 года, номер 425Н, а стал действовать с 27 ноября 2016 года. Данный документ устанавливает правила ознакомления пациента с его медицинской документацией, скажем так, с его медицинскими картами, выписками, всей-всей-всей медицинской документации, которая есть в медицинских стационарах, в медицинских учреждениях. Раньше вы просто подавали заявление, а теперь там существует огромный порядок подачи. Для пациента, в принципе, это не очень сильно изменилось. Вы подаете руководителю или уполномоченному заместителю, руководителю медицинского учреждения соответствующий запрос, где должно содержаться что? Ваша фамилия и имя отчества, или фамилия и имя отчества вашего законного представительства, ваше место жительства, реквизиты документа, которые удостоверяет личность, обычно это паспорт, реквизиты документа, подтверждающего полномочия вашего законного представителя. Это понятно, да, что такое законный представитель? Ага, хорошо. Период оказания пациенту медицинской помощи в данной медицинской организации, за которой пациент либо его законный представитель желает ознакомиться с медицинской документацией. Ваш почтовый адрес и номер контактного телефона. Ознакомление происходит с вашей медицинской документацией в специальном помещении, которое, опять же, должно выделить стационар. Если вы пишете только заявление, то для бедных медицинских работников там предусмотрено 3 или 4 журнала, еще что-то, то есть там целый сотрудник должен сидеть, чтобы это все обеспечивать, помимо этого еще и помещение. Во всяком случае, ваше право будет реализовано. Ознакомление пациентов, ну вот я уже тут пишу, что в отдельном помещении максимальный срок ожидания, который после вашего заявления должен пройти, он не должен превышать 30 дней. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях, дневного стационара, передвижение которых по медицинским показаниям ограничено, имеют право на ознакомление непосредственно в структурном подразделении медицинской организации, в которой он пребывает. Это понятно, да? При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациент имеет право ознакомиться с записями, сделанными медицинским работником в медицинской документации во время приема или посещения на даму. То есть, если вы приходите в поликлинику, врач что-то пишет, то после вашего приема вы имеете право посмотреть и почитать, что он там написал, даже при амбулаторном приеме. Если это, соответственно, прием на дому, то на дому знакомитесь с тем, что пишет медицинский работник. Требуете. Значит, вносите свои замечания или требуете внести свои жалобы. Бесполезно. Пишите заявление на имя главного врача. Не пишите заявление, ваши права будут ущемляться. А их раньше выдавали на руки? Конечно. Ну, не знаю. У нас в поликлинике такого нет. У нас никогда не выдавали. Только при посещении непосредственно врача-терапевта. Значит, по законодательству вы имеете полное право знать об информации о своем здоровье, получив ксерокопию анализа. Да, на это вы имеете полное право. Но сам анализ, он идет как документация того лечебного учреждения, где это проводится. Копию – да. Вы имеете полное право получить копию. Я только что об этом рассказывала. А сам первичный документ остается в первичной копии анализа. Нет, нет, сам. Если вы лежите на стационаре, то это документ первичный. Если вы, предположим, приходите амбулаторно, то если это в рамках платных медицинских услуг, то да, это ваш анализ, копия остается. А так это все в собственности учреждения. Да, вот при ознакомлении вы можете сделать ксерокопию, пожалуйста. Для этого пишется, да, заявление. Абсолютно верно. Право на получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечение в стационарных условиях. Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну. Но это у нас частенько нарушается, если, допустим, человек является знаменитостью или политиком. Право на отказ от медицинского вмешательства. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное согласие гражданина. Когда вы поступаете все в стационар, мы поступаем, мы всегда подписываем такое согласие. Там все расписано, конечно, на какие медицинские манипуляции нам дано согласие. А также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается, если это экстренная ситуация, человек находится без сознания, рядом нету его законного представителя, соответственно, принять решение за себя он не может, принимают решение медицинские работники. Также, если у пациента общественно какое-то опасное заболевание, вирус ЗИКа, например, или пациент страдает тяжелым психическим расстройством, а также в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, преступления и при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. Во всех этих пяти случаях согласие пациента не требуется. Право на возмещение вреда причиненного здоровью при оказании медицинской помощи. Допустим, вы пришли в стоматологическую клинику, вместо больного зуба вырвали здоровый зуб. Вы можете написать заявление и достигнуть соглашения с руководством данной стоматологической клиники о компенсации в размерах стоимости импланта и ваших моральных страданий. Если не согласятся, то обратиться в суд. Обязано компенсировать. Право на допуск адвоката или законного представителя для защиты своих прав и право на допуск священнослужителя предоставления условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в условиях стационара. Я думаю, причастить человека, конечно, батюшка может, но крестные ходы по коридорам стационара организовывать, наверное, не надо. Порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным. Он регламентируется. Приказ номер 915-Н. Запишите себе, пожалуйста, об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю онкологии. Опять же, изменился в 2016 году, в августе месяце. Если коротко, то там регламентируется, что скорая, в том числе и скорая специализированная медицинская помощь обеспечивается для онкологического пациента. Плановая первичная медико-санитарная помощь это терапевтическая, хирургическая, онкологическая помощь. При подозрении злокачественного образования соответственно, человека отправляют в первичный онкологический кабинет, дальше в диспансер. Если подтверждается заболевание, то он идет в тот же диспансер на лечение и наблюдение дальнейшее. Дальше плановая, специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь и на палеотивную медицинскую помощь имеет право онкологический пациент. Далее самое приятное. У нас есть оценка качества медицинских услуг. На сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации Росминздрав.ру есть вот такая иконочка висит «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями». Вы можете выйти на этот сайт, нажать на эту иконочку, вас перебросит на специальную анкетку, и там вы можете выразить все, что вы хотите сказать по отношению к данному учреждению медицинскому в данный момент времени. Совершенно недавно я была на заседании Комитета здравоохранения по независимой оценке качества оказания услуг медицинских организаций. Там, к сожалению, к сожалению, моему большому городской онкологический диспансер, расположенный на проспекте ветеранов, ветеранов, Березовая, там последнее место он занял по рейтингу. Там из 75, у него 9, по-моему, с половиной баллов. Это очень... Это было в России? Нет, там балловая оценка, так называемая. Самый лучший стационар, довольный, вот там анкеты сдали, голосуют, активно голосуют, анкеты сдали люди, и получилось, что самый высший балл 75, но самый низший балл 0. Вот на самом краю у нас почему-то... Вы знаете, честно говоря, не помню. Есть поликлиники, которые в лидерах, ну, там 75, естественно, ни у кого нету, но средняя оценка там от 25 до 40 там с чем-то баллов. В принципе, НИИ Петрова очень тоже неплохая, неплохой рейтинг. Во всяком случае, в три раза выше, чем... Да. Вот. Огромное спасибо за ваше внимание. Еще раз поздравляю с наступающим. Хотелось бы выразить отдельную благодарность Татьяне Юрьевне за ее неоценимые сослуги в организации наших совместных школ. Большое вам спасибо, Татьяна Юрьевна. Спасибо нашему институту за такую возможность. Спасибо. Спасибо.